А мы сегодня видим солнце, потому что сегодня солнце озарило студию Радио Шансон. Сегодня у нас в гостях замечательная певица, актриса, модель, телеведущая, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш. Анжелика Удра, доброе, здравствуйте. Доброе утро, Анна, доброе утро всем, кто нас сегодня слушает. Нас не только слушают, нас еще и смотрят. Ребята, заходите, да, официальная группа Радио Шансон ВКонтакте, в Одноклассниках, наш канал на Ютьюбе. Везде можно посмотреть все, что сегодня происходит здесь, в Звездном Завтраке. А значит, не зря мы сегодня с утра накрасили ресницы. Слушайте, Анжелика, но вы не только ресницы накрасили, вообще светлая, красивая, умиротворенная, вот прям как фея. Нет, спасибо. Прям как Золушка, Анжелика. Как Золушка, да, вы знаете, меня в Белоруссии называют белорусской Золушкой. Серьезно? Поэтому долго отдали. Вы же не раз говорили, что Золушка ваш любимый персонаж, и что ваша судьба была с ней схожа, это так? Ну, в общем, да. Вы рано начали работать, Анжелика? Я очень рано. Со скольки лет? 13 лет. Серьезно? Да, я работала серьезно, вот для всех это будет, наверное, удивлением большим, но я умею все делать в этой жизни. Я знаю, что там в спектре профессий, которые вы освоили, вы и зерно сушили, да? И зерно сушила, да, и все, что угодно делала, да, на все руки мастериц. Скажите, пожалуйста, мама воспитывала вас одна в то время? Да, с 9 лет мы остались у мамы вдвоем с братом на руках, да, и мама, конечно, все тяготы нашего воспитания, становления нашего в жизни приняла на себя, поэтому приходилось сложно, поэтому мне приходилось работать. А так как работы в городе не было в то время, невозможно было, я уезжала в деревню к дедушке и работала на зернотоку в ночные смены. Я брала там по 12 рядов сахарной свеклы, знаете, такая, и каждый ряд по 2 километра, представляете, вот так вот с тяпкой 24 километра. А еще потом спрашиваю, почему Агубаш выглядит так хорошо, представляете, какая закалка? Потому что нельзя отрываться от земли, друзья мои. Вот оно как, да? Я до сих пор обожаю ходить на рынок за продуктами, для меня запах хлеба, вот если мне надо поправить свое так моральное состояние, да, вот такое, если там какая-то депрессия, я сразу в магазин за продуктами, и мне надо обязательно запах хлеба вкусного, такого замечательного. Помимо запаха хлеба, вас же еще влечет и немного другой, я знаю, что вы еще и собственным брендом меховой одежды сейчас занимаетесь, да? Вот, представляете, да, могу похвастаться. Расскажите, вот это JNL by Angelica. JNL by Angelica, да, вот буквально 2 дня назад я получила премию, бренд Awards, как новый бренд, и для меня это очень важно. Я создала свою первую коллекцию меховых изделий. Вы дизайнер? Да. Вы дизайнер, вы придумываете модель. Меня пригласили как приглашенного дизайнера. Это белорусская компания JNL, это белорусский Белкоп Ништорк, Белкоп Союз. Все солидно, серьезно, такая государственная история. Все из белорусской норки, короткошерстной и лисы. Я полтора года работала над этим проектом, друзья мои, и я все лето провела на фабрике, вот прошлое лето. Потому что это коллекция 19-20 года, осень-зима, и в полном объеме, в полной мере она уже приедет и в Москву, и в Россию в том числе уже в сентябре месяце. А сейчас она уже представлена в Москве, ее можно увидеть, кстати. Но вы заинтересуете, я знаю, что там есть какие-то эксклюзивные совершенно вещи, я видела пилотку синюю из норки, капюшон, который называется Филипп Киркоров. Что еще интересного есть в вашей коллекции? На самом деле это коллекция для тех, кто любит жить, активно работать, кто любит спорт. Я создала универсальную коллекцию, очень много изделий оверсайз и унисекс, поэтому это коллекция для мальчиков, для девочек, пожалуйста. А дорого это, допустим, получить, скажем так, чокер от Анжелики Агурбаш? Какова стоимость? Ну давайте я вас познакомлю с новой политикой чуть позже, когда я познакомлю вас со своим лукбуком. Нет, это все очень нормально по ценам и вполне себе может позволить средний менеджер любой приобрести изделие от Анжелики Агурбаш. А это правда, что если ваш проект пойдет успешно, то производство пушнины в Белоруссии удвоит? Или это слухи, которые я нашла? Ну знаете, хотелось бы, хотелось бы, конечно. И для меня главное приносить радость людям, потому что меня пригласили приглашенным дизайнером, и я, честно говоря, это для меня такая новая история в моей жизни, но очень интересная. А вас не смущало, что это меха, Лик? Сейчас потому что время, когда все борются за то, что против... Ни в коем случае не смущает, потому что мне не нравятся крайности. Каждый выбирает для себя эту жизнь, такую, какую он хочет. Я люблю мех. Потом очень хорошо европейским женщинам говорить о том, боже, как ужасно, да, ходить в натуральном мехе и так далее и тому подобное. А вы приедете к нам в 30-ти градусные морозы в Россию? Нет, я сама ношу шубу, поэтому я вас понимаю. У меня дочка, она вегетарианка, и она не любит, она только эко-кожит. Но когда у нас морозы, и она надевает свою эко-шубочку или какую-то парку, она говорит, мам, я замерзаю, говорит, срочно надевай нормальные вообще вещи и так далее и тому подобное. Причем, что удивительно, на самом деле шубки, эко-шубы, а это большое зло для нашей планеты. Потому что они не утилизируются природой, понимаете, это хуже пластиковых бутылок. Поэтому сейчас у нас все, что вот эти новые опять перегибы, только все там ненатуральное и так далее и тому подобное, эко-кожа, эко-мех, я ничего против этого не имею. Мне очень нравятся шубки из эко-меха, они очень стильные сейчас, такие технологии, очень красиво модные, но они достаточно вредны для нашей природы, для нашей экологии. А вот над вашими образами, особенно сценическими, кто работает? Как правило, я сама придумаю себе все сценические образы, но, естественно, я работаю с известными дизайнерами, я прихожу и говорю, что бы я хотела получить в итоге, потому что для меня каждая песня – это мой маленький спектакль, и очень важно, помимо всего, создать правильный образ, потому что это очень важно для песни. Не могу не заметить по поводу вашего образа, что локоны-то вот эти шикарные вы взяли и обрезали. Видите, как хорошо. Нет, действительно хорошо. А правда, что когда человек обрезает волосы, он еще и лишний негатив срезает? Вы бы себя как-то по-другому ощутили после того, как длинные волосы обрезали в коры? Или это все глупости? Ну, на самом деле, у меня профессия-то сложная, друзья мои, у меня ежедневные прически, укладки и так далее, и тому подобное. Я решила просто облегчить себе свое существование, свою жизнь. Я очень просто сейчас отношусь к своей внешности, я очень просто сейчас отношусь к тому, как я выгляжу. Я не заморачиваюсь. Но вы выглядите хорошо, Анжелика. А знаете почему? Потому что я мало времени на это трачу. Потому что я не заморачиваюсь. Я, например, дома никогда не крашусь. Я сажусь в машину, и пока я, кстати, ехала к вам в эфир, я вот только вот там немножечко там уложила свои волосики. За рулем вы были, нет? Нет, нет, конечно, нет. За рулем ни в коем случае. Девочке нельзя красить ресницы. Ни в коем случае. Поэтому я не трачу много времени на то, чтобы выглядеть хорошо. И всем этого желаю, друзья мои. Потому что жизнь настолько прекрасно и удивительно. Лучше понаслаждаться природой, свежим воздухом, хорошую музыку послушать. Вы знаете, к этой гармонии еще надо прийти современным женщинам. Потому что столько проблем каждое утро на нас сваливается. И вот это вот все отпустить, это целый талант. Вы знаете, я вчера купила книгу, очень хорошую. Рассказывайте. Мы с сыном, в общем-то, поехали ему за тетрадками, и я заодно прихватила себе несколько книжек. И вот одна из этих книг, посылай все на... Серьезно? Прямо так и называется. Да. И фигуру свою, и внешний вид, и ненужных людей, там абсолютно ненужные обстоятельства. И я вот на ночь ее перечитала, немножечко так почитала. Вы знаете, помогает. Полегчало, да? Конечно, полегчает. Потому что на самом деле, мне кажется, что сейчас вот эта фэшн-индустрия, бьюти-индустрия, она очень сильно засорила пространство, а самое главное, головки наших прекрасных девушек и женщин. Не зря же говорят, не смотри модные журналы, да? Ты только-только гонишь себя в депрессию. Поверьте мне, нет идеальных женщин. Мы их видим только а-ля с фотошопом на обложках журналов. Кстати, кстати, сейчас тоже звезды все. Я, например, не люблю фильтры. Я не люблю излишний фотошоп. Даже когда у меня фотосессия, идет публикация, я прошу, чтобы меня оставляли мой человеческий нормальный вид, чтобы меня не перефотошопили. Для меня это очень важно. Сейчас какого города больше в вашем сердце? Москва или Минск? И Москва, и Минск, это два родных города для меня. Уже Москва для меня родной город, потому что, когда я только переехала в Москву, конечно, я приезжала домой в Минск, и так самолет раз садится на взлетную полосу, уже приземляется, или поезд, да, и я, все, я дома. А сейчас уже акценты сместились. Я приезжаю в Минск, я дома, я возвращаюсь в Москву. Слава богу, я в Москве, я дома. Расскажите, как в Беларуси дела? Это все та же закрытая от всех страна или потихонечку начинает развиваться? А кто бы сказал, что она закрытая от всех, а наоборот, открытая для всех страна? Была лет пять назад. Собственные производства, свои товары, своя белорусская музыка на радио, я имею в виду это. Почему это плохо? Это неплохо. Нет, я не говорю, что это плохо. Были перегибы в Беларуси тоже, когда запрещали транслировать 70 на 30, да, в эфире должно было быть песен. Да, да, да. Но я так полагаю, что, наверное, все-таки поддерживали белорусскую культуру и белорусских исполнителей, но из этого ничего не вышло хорошего, потому что не может страна и наши исполнители, к сожалению, пока обеспечить стопроцентный эфир только белорусской музыке. Но, друзья мои, это все настолько, на мой взгляд, неправильно, потому что для творческих людей и для музыки не должно существовать никаких границ. Каких-то границ, да. Конечно, мы должны, мы все свободные люди. Когда мне говорят, вы какой национальности? Я говорю, я интернационал. Давайте интернационал проверим, насколько сильно Белоруссия в вашей крови. Поиграем немного в слово кросс. Ого. Слово кросс. Мы погуглили и нашли в интернете забавные белорусские слова, которые для нашего уха, конечно, очень необычны, но вы, как белорусска, вы однозначно эти слова должны знать, и вы нам попробуете их сейчас перевести. Анжелика, что такое диван? Зиван. Нет, это ковер. А, диван? Да, диван. Так, подождите, сейчас почему я белорусский не знаю? Зиван. А, что такое гаубец? Или гаубец, я не знаю, с белорусского. Гаубец? Лик, вы, наверное, очень давно были. Это балкон. Это балкон. Хорошо. Да ладно. Да, что-то полегче. Нет, что такое ковер, диван. Я знаю. Вот. А, продавачка. Ну, это должны знать. Продавачка. Продавачка? Вы такие слова называете сейчас? Я вельми добро разговляю на белорусской мове. И, разумею, я ей... Это... Анжелика. Али, таких слов я не ведаю. Продавачка – это продавец. Продавец? Да, будете знать. Продавачка. А вот такое слово я нашла. Боже мой. Слово «пыска». Это приличное достаточно слово. Вы как человек... Слово «пыска». Пыска? Да. Вы как человек близкий к земле, к природе. Это морда, например, у коровы. А, пыса. Пыса, пыска, да. А, пысо, напомню. Нет, видите, вы так еще произносите, что мне сложно догадаться. Давайте я вам расскажу вот интереснее. Давайте. Вот, например, когда мужчина белорусский обращается и говорит «Журавинушка ты моя». Красиво звучит. Ну, да, я помню, вы рассказывали нам уже. Журавинушка по-русски «Клюква ты моя». Клюква ты моя. Или, например, у меня была песня «Поезд в пути», и я вдруг по радио слышу «Азарас», новая песня Анжелики «Тягни куда рози». И я хохочу прямо, потому что… Еще раз как «Тягни куда рози». Понимаешь, «Поезд в пути» или «Бумажная луна», красивая у меня была песня и альбом «Бумажная луна», красивая. А то «Паперовый месяц», понимаете? Нет, ну слушайте, язык тоже на самом деле красивый. Очень красивый, и в Беларуси очень много песен и мелодий, которые признаны лучшими за всю историю создания мелодии. Вот песня «Куполинка», например, которая входит в «100 лучших мелодий мира», и он очень поэтичный, очень мелодичный. Но им надо правильно пользоваться. Анжелика, не могу это не спросить, но читала, что в свое время, еще когда Анжелика Агурбаш была Лика Ильинская, за ней ухаживал даже сам, даже сам. Давай, слушайте, ну это только байки и сплетни, он очень любил мои песни и очень хорошо ко мне относился. Я надеюсь, что и сейчас происходит то же самое. Просто он очень правильно и хорошо относился к творческим, талантливым людям, не только ко мне. Сегодня расставляем все точки над «и», Анжелика Агурбаш у нас в «Звездном завтраке». Если есть вопросы, 8-909-955-103-0, Вайверси опработает. Звездный завтрак Сегодня в «Звездном завтраке» у нас Анжелика Агурбаш. Лика, надевайте наушники, хочу вас вот о чем спросить. В Инстаграме недавно увидела пост, где вы рассказали, что приняли участие в региональной акции «Единый день сдачи городителям». Да. Экзамен по какому языку вы здоровы? По русскому. По русскому языку. Сколько баллов набрали? А еще не знаю результатов. А вообще было сложно? Сложно. Сложность заключалась в том, что это все было для меня необычно. Потому что, когда мне дали бланки, мне сложно было в них разобраться. И когда у нас, во-первых, разобраться в бланках, потом перенесение из черновика в чистовик, там куча всяких обозначений, цифрок и так далее и тому подобное, для меня это было, конечно, все сложно. И много времени я потратила на это. Поэтому, когда мы обсуждали уже после сдачи ЕГЭ, а у нас собралась такая серьезная компания. А это звездные родители были, да? Нет, не только. Это были и преподаватели, и академики, и профессура, и так далее. В общем, и спортсмены известные. Мы делились мнением и впечатлениями. Я, конечно, предложила, чтобы все-таки детей больше готовили непосредственно. Вот в школе тренировали их по поводу сдачи ЕГЭ. Но мне сказали, что это все делается. Ну, это делают и отдельно преподаватели. Вопросы были несложные. На самом деле, если ребенок... А вот в этом бланке вы над чем больше всего задумались? Над каким вопросом? Больше всего времени потратили? Да, там все вопросы для меня были и легкие, и сложные. Там очень много каверзных вопросов. И формулировки вопросов такие, знаете, каверзные, когда надо сильно подумать. И, естественно, я тоже предложила, говорю, давайте-ка вы нормальным человеческим языком формулируйте вопрос, тогда будет проще ребенку с ним справиться. А у вас младшему сыну, да, предстоит ЕГЭ сдавать? Сначала ОГЭ, он сейчас младший сын. Это что? ОГЭ, ЕГЭ? Девятый, это... Да, обязательно. А, вот так вот. Потом единый. Куда будет поступать? Он 11 классов будет заканчивать? Он будет заканчивать 11 классов. Он у меня сейчас учит японский язык. Ух ты! Собирается продолжить свое образование в Японии, представляете? Потому что какая у вас творческая семья. У вас же дочь, на самом деле, она же тоже, да, очень творческий человек. Да. Монтропением занимается, если я не ошибаюсь. Да, сейчас моя дочка, она, во-первых, сейчас очень крутой педагог по вокалу. Я хожу к ней заниматься вокалом, представляете? Да, она действительно крутой педагог по вокалу. Она открыла свою вокальную школу, у нее очень много учеников. Она преподает европейский вокал и мантра пения. И плюс ко всему прочему, у нее еще потрясающая творческая группа музыкантов. Они поют этномузыку, она поет свою авторскую музыку. А у вас же трое детей получается. Средний сын какую специальность получил? Экономист, финансист международный. Вот, ну хоть один будет работать нормальной рабочей специальностью. А то творческие люди, да, творческие. А вообще, говорят, Анжелик, за двумя зайцами погонишься. Знаете продолжение, да? Да. Ни одного не слышишь. Вы же погнались как минимум за пятью зайцами. Почему? Подождите, смотрите. Вы же еще занимаетесь в Липецкой области тяжелой техникой. Откуда вам это известно? Я это узнала, что вы официальный представитель. Анна, вы меня сегодня просто поражаете своими знаниями. Лик, ну и не могла... Моей жизни и историей сейчас. Слушайте, ну не могла же я вас спрашивать про белорусскую прогожунью, понимаете? Про которую уже сказано, пересказано. Нет, ну конечно, это все неинтересно. Да, друзья мои, я действительно официальный дилер Минского автомобильного завода. А как так вас... Исучредитель компании. Занесло. ОМАС Липецк сервис. Такая хрупкая женщина, а тут вот эти мусоуборочные машины. Случайно все... Почему? Во-первых, это автобусы... Нет, я ни в коем случае не понижаю уровень. Нет, автобусы, тяжелая техника, и мусоуборочная машина, все есть. И тягачи, и краны. Конечно, друзья мои, ну, видите, жизнь такая сложная у нас сейчас, и творчество очень сложно и дорого существовать сейчас в шоу-бизнесе и в творчестве, поэтому я решила заработать много денег для того, чтобы прекрасно и свободно себя чувствовать. Вот пишут люди, Андрей, Анжелика, наша белорусская гордость. Она пела колыбельную на белорусском ТВ, и все дети страны засыпали под ее голос. Да, не одно поколение детей уже выросло под мои песни. Знаете, иногда приходят на концерты, приходит такой дядечка, заходит там за кулисы и говорит, ааа, я вырос на ваших песнях. Я смотрю на него, думаю, когда же это он успел вообще вырасти на моих песнях? Таких ситуаций, случаев очень много. Но вы знаете, действительно, я росла на глазах у людей, у народа, поэтому я такое народное дитя. Понимаете, можно все, что угодно там в этом мире купить можно и так далее, и то подобное, но истинную любовь людей не купишь. А почему меня любят в Белоруссии? Потому что я реально вот с детства, вот глобально, с 18 лет я уже абсолютно на всеобщем обозрении людей была со всеми своими взлетами, падениями, успехами, разочарованиями. И я всегда была открытой людям и в творчестве, и в своей жизни, и всегда честно жила, честно пела, и поэтому вот такое вот отношение ко мне. А вот честно ответьте, Татьяна, наша слушательница спрашивает, на каких певиц в детстве вы хотели быть похожей? Явно же на кого-то равнялись. Вот искренне я ни на кого не хотела быть похожей. Я обожала очень, ну, конечно, Алла Борисовна Пугачева, София Ротару, это были два моих главных кубира, если говорить вот о советской эстраде, о том времени, о той эпохе. Есть женщины, на которых я хотела быть похожей и хочу до сих пор. Одна женщина, это Софи Лорен. Конечно, мне так нравятся ее стили, философия ее жизни, и так как она сейчас красиво взрослеет, и так как она шикарно выглядит. Друзья, мы все равняемся на Софи Лорен. Анжелика, сколько вы проработали в Виа Вирасы? Пять лет. Пять лет. А это чисто женский коллектив? Нет. Нет, но в большинстве случаев это же девчонки были, да? Нет, смешанный был коллектив. Просто первоначально он появлялся как женский. Вообще глобально у всех в сознании ансамбль Виа Вирасы это очки и усы. Это Александр Тиханович, Едвига Поплавская, это «Малинки», «Заслыша глазок», «Я у бабушки живу», но этих песен я уже не пела. Я пришла солисткой, когда там у коллектива уже после Поплавской и Тихановича были другие солисты, и как-то так вот не получалось. А вы же пришли в коллектив не просто как певица, но еще и победительница первого в Белоруссии конкурса красоты, да? Видите, я на то время училась в Цитарной художественном институте и уже имела участие сняться в кино, будучи студенткой первого курса. И у нас были творческие вечера, и на один из этих творческих вечеров пришел руководитель ансамбли Виаса. Я на то время просто играла на гитаре и пела романс. А напоследок я скажу, ну и так далее и тому подобное. Еще свои какие-то авторские песни пела. И он посмотрел на меня, и я тогда вообще не собиралась быть певицей, друзья мои. Я актриса, я актриса театра и кино, мечтала быть только на театральной сцене, на театральных подмостках, сниматься в кино и так далее. Я была поющая актриса, я до сих пор не говорю никому, что я певица. А поступают сейчас предложения сыграть в кино? Не так часто, как хотелось бы. Нет, я очень хочу, я сейчас мечтаю о кино, я вот уже четвертый театральный сезон играю с именами Таргана в спектакль «Король 3 в карту любви». Очень мной любимый проект и спектакль, и он музыкальный киноспектакль. И сейчас я очень хочу продолжить еще свою историю существования в театре, и очень хочу, конечно, сниматься в большом кино и в сериалах и так далее, и тому подобное. А правда, вот если вернуться к тому времени все-таки этого видео, что виросы давали по 100 концертов в месяц? Да, друзья, у меня был период, когда мне было по 3 концерта в месяц, публика захотела. Ходила, 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 и я прямо уже теряла ощущение реальности. А давайте немного вспомним то время, то время виросы. Марина, помоги, пожалуйста. Я знаю, что группу «Песню «Малиновка», вот которую вы упомянули, в свое время первоначально виросы петь не хотели. Но благодаря, собственно, «Малиновке» эта песня, группа «Виросы» вошла в элиту советской эстрады. Давайте попробуем спеть ту самую «Малиновку», мы вам немножко поможем. А сейчас нам слушатели будут подпевать, потому что все знают эту песню и все ее любят. Окей? Круто! Это эксклюзив, ребята. «Малиновки» 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 «Малиновкой заре», как дорог рай березовый, «Малиновой заре». Анжелика Агурбаш сегодня у нас в гостях, мы скоро вернемся. Звездный завтрак Смотрите, как у нас все. Снег есть, розы, розы будут, потому что сегодня в гостях в «Звездном завтраке» Анжелика Агурбаш. Алика тут спрашивает, вспоминает, 2005-й конкурс «Евровидение», что все-таки не получилось, спрашивает Андрей. Да у нас все получилось, у нас все круто получилось, и все очень было круто. А не было желания в последующем, столько лет все-таки прошло, повторить этот опыт? Вы знаете, у меня не было желания и в первый раз ехать в «Евровидение». Я вообще не конкурсная артистка, я никогда не участвовала в конкурсах, кроме конкурсов красоты, которые тоже были совершенно настолько случайны в моей жизни и проходящие. Может, поэтому я их и выигрывала, что для меня это было неважно. А скажите, конкурсы красоты того времени от нашего, они как-то отличаются, не знаю? А вы знаете, что я вот буквально недавно, я была какая-то программа по телевидению, и говорили о том, что я только сейчас узнала, что оказывается в то время, когда начинались эти конкурсы красоты, красоты, это был 88-й год и дальше, да, 8, 9, 90-е. Оказывается, это была политика нашей партии и государства. Серьезно? Была издана указа специально, да, и Раиса Максимовна, она патронировала эти все конкурсы. Я об этом не знала, когда участвовала. Я тогда думала, почему так все серьезно? Райком комсомола, там, телевидение, дворец спорта. Все это круто было, солидно. А оказывается, тогда была задача поднять статус женщины в обществе, показать иностранцам, что у нас секс тоже существует, и красивые женщины, и в купальниках, и так далее, и тому подобное. Вот так, что я принимала участие в конкурсе, в своем первом красоты его выиграла, тоже совершенно случайно. А правда, что вы пошли на этот конкурс сразу же после того, как родили старшую дочь? Да, ей полтора месяца было, а финал конкурса ей был три месяца. Но ведь, получается, родив Никиту, у вас же тут же пошли концерты буквально через несколько дней, да? Ну, вообще-то, да. Понимаете, у нас такое отношение к беременному женщину, как к каким-то не совсем полноценным, больным. На самом деле, все должно быть наоборот, нам надо менять все свои стереотипы. Беременная женщина – это нормальный жизнедеятельный вообще гражданинный человек. Поэтому я работала до последнего, во время беременности, за 2-3 недели у меня до рождения детей я еще была на сцене. То есть таких понятий, как послеродовая депрессия, все такое у вас не было? Это все зависит от женщины, как она к этому относится. Если она относится к рождению ребенка, к беременности, как к счастью, как к божественному проведению, и вздохновением это все воспринимает, вообще это нетрудно. Я, например, все бессонные ночи, когда плакали мои дети, я просыпалась счастливой и бежала, и не спала ночами, и была счастливой. Серьезно, да? Да, ну, конечно, я же живой человек, конечно, я и выматывалась, и сходила с ума, но я все принимала с радостью и со счастьем. Я просто его слушаю, у меня двое детей, и я до сих пор, приходя домой, погружаясь в это все после няни, я как тот слоник, знаете, думаю, боже, когда же меня попустят, когда же мне легче станет? Нет, 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 никогда. Никогда, спасибо. Спасибо, Анжелика, спасибо. Потому что они не зря говорят маленькие детки, маленькие проблемы бедки, большие детки, большие проблемы бедки, не попустят никогда, вы, мама, все, забудьте уже о том, что вас когда-нибудь попустят. А вы все, вы поставили точку или еще планируете продолжать вот это вот счастье под названием дети? Я думала, что у меня будет только один ребенок в жизни, знаете, говорит, не зарекайте ни от чего. Ну, сейчас, друзья мои, ну, если только от великой любви, от великой. А тогда такой вопрос. Сердце Анжелики Агурба сейчас свободно? Вот прям все вам так и расскажи. Не будете рассказывать. Нет, ну почему нет? Я открыта миру, я в предчувствии любви. Какой он идеальный мужчина для вас? Идеальный, любимый. Идеальный, любимый? Как все просто. Конечно, если мужчина любимый, мы же девочки такие, мы же не видим никаких недостатков абсолютно, потом уже прозреваем. Иногда поздно. Лик, там же в Инстаграм у вас увидела, что вы сейчас принимаете участие в шоу «Один в один», причем как наставник. Да. Как наставник. Кто ваши подопечные? Расскажите, кто эти люди? Это люди из народа. В этом году у нас сезон народный сезон. Народный сезон, да? Поэтому пригласили всех желающих и мечтающих постоять на сцене проекта «Один в один». Я прошла два сезона. А что легче? Третий сезон и «Битву титанов». Что легче, участвовать или быть наставником? У меня разные роли и одинаково ответственные, и очень сложные, потому что, ну, конечно, проще мне быть наставником, потому что проще только в том смысле, что не нужны эти бесконечные гримы по пять, по шесть часов, это очень тяжело, потому что проект очень тяжелый, друзья. А вот вы когда участвовали, когда были участницей, вам в кого сложнее всего было перевоплотиться? Первые мужские образы были сложны. Там, Гарик Сукачев, когда я нажала кнопку, это был какой-то кошмар для меня. Думаю, что я с ним буду делать? А я милого узнаю об обохотке. Меня сейчас разбуди среди ночи, я вам спою, что хочешь и как хочешь. А давайте подождите, что будить-то? Вот сейчас споем. Вы же были в образе Ирины Аллегровой в свое время. Давайте вспомним угонщицу, вспомним, как это было. А, вы хотите, чтобы я спела? Конечна и голосом Ирины Александровны, пожалуйста, да, чтобы мы все поверили, что перед нами сейчас Аллегрова, а не Анжелика Гурбаш. Видите, как интересно. Мне нравится у вас в эфире. Да? Ну, давайте попоем. Кстати, песня тоже всенародная в караоте. Девочка всем посвящается! Отлично! Можно смело подпевать. Кто только подключился к нам, у нас сегодня в гостях Анжелика Гурбаш. Если спросят меня, где взяла Я такого мальчишку сладкого Я отвечу, что угнала Как чужую машину девятку я Угнала у всех на виду Так открыто, что обалдели все Ни за что ты имею в виду Не верну тебя, бывшей владелицей И я ждала, тебя так ждала Ты был мечтою моей Хрустальную Угнала, тебя угнала Ну и что же тут криминального? Анжелика Гурбаш сегодня у нас в гостях Дональность надо подбирать правильно Анжелика, вы справились идеально Нет Звездный завтрак А мы сегодня настоящее чудо устроили для поклонников Анжелики Гурбаш, потому что сегодня Анжелика у нас в гостях у нас в звездном завтраке Лик, давайте поговорим о том, что сейчас происходит в вашей творческой деятельности Вы сейчас готовите новый альбом, да? Я уже давно его готовлю, никак приготовить не могу Нет, я на самом деле не тороплюсь, делаю все очень основательно Не спеша Очень красивая песня У меня она очень чувственная Очень нежная Он будет такой психотерапевтический Психотерапевтический? Ничего себе вы задумали Очень музыкантская история Очень нежная, очень откровенная И, да, чувственная Тут слушатели спрашивают по поводу концертов Москва, Минск, где понять, когда вас можно услышать, увидеть, что в планах? Да, я очень планирую, да, очень хочу сейчас с гастрольным туром поехать в Беларусь Я думаю, что это будет осенью следующей Уже соскучилась я, и по мне соскучились в Беларуси У меня очень много сообщений, и просить приехать уже в Беларусь, ну и в другие города Что сейчас больше в вашей жизни, съемок или концертов? Съемок Или семьи? Съемок, концертов не так много, как хотелось бы Потому что время сейчас тяжелое, сложное И мы так тоскуем и страдаем от большого, от изобилия концертов Но, тем не менее, очень много другой работы, которая тоже освобождается пространством для того, чтобы творить и заниматься больше творчеством Потому что все-таки тоже гастрольная жизнь и деятельность выматывает Вот для меня сейчас благодатный период творчества И мне он очень нравится Я могу побыть наедине с собой, со своей музыкой, со своими песнями, мыслями Я с мысленно все делаю Знаете, не в попыках Как правило, сейчас же время такое быстрое Мы тон-тон-тон, как электричка все проносится Мы не успеваем вообще опомниться и осознать, что же мы делаем Да, а у меня сейчас хорошее время, мне оно нравится Расскажите о той фишке с концертами, которую вы придумали Нет? Или оставим в секрете? Я не могу говорить, потому что тут же подхватит и вперед меня что-то все поделают Потому что я что-то придумаю, накукарекаю, наговорю всем Открою свои секреты и тут же раз-раз-раз, ничего себе Даже мои друзья, близкие коллеги очень сильно на перехват работают Правильно делают, конечно В общем, хотите увидеть, услышать Анжелику Агрубаш Заходите в Инстаграм, на официальный сайт, в соцсети Там вы все расскажете Да, я готовлю сейчас программу с музыкантами, очень интересную Все, не рассказывай, Лика, а то действительно подхватит Скажите, вы сами ведете в соцсети свой Инстаграм, все ведете сами, да? Я честно признаюсь, если бы не моя профессия, у меня бы вообще не было в соцсетях Во, вы не любите это все Я не люблю, я не люблю прожигать свою жизнь в интернет-пространстве, мне жалко своего времени Не могу этого не спросить, явно вы заметили Инстаграм я, конечно, слежу, я, конечно, выставляю, выкладываю, отслеживаю все это Но делаю это с большим трудом, у меня есть помощники, которые помогают мне с этим справляться И спасибо им огромное за это Когда видите какие-то негативные отзывы от хейтеров, как вы на них реагируете? Вы знаете, как-то вот... Или вы по той книге, которую вчера вечером прочитали Если говорить о 100% отзывов, то, ну, может быть, 0,01% негативных отзывов Все почему-то вот в последнее особенно время, ну, совсем положительное Прям такая положительная, что прям страшно становится Это на самом деле хорошо, Лик, потому что сейчас... Ну, вчера я, например, выложила пост и там смотрю, о, сбитый летчик Я говорю, отлично! Молодец! Какая прелесть! Причем так, заходишь на страничку, смотришь, там, ноль публикаций На самом деле у них, когда спрашиваешь, вот зачем ты гадости пеешь? А мне по приколу Ну, просто этим люди живут, они этим питаются Ну, к сожалению, на самом деле я вообще никак уже не реагирую на гадости, на колкости Давайте вспомним вообще вот... Давно это пережила Самое-самое начало Вы же с детства вообще любили петь? С детства С детства А правда, что вы пели для пассажиров на сидении общественного транспорта? Было такое, да? Нет, дело в том, что я, да, я в электричке, в автобусе, для меня не существовало Ничего, я уходила в себя, в свои мечты И просто неожиданно, даже для себя самой И для... То же самое сейчас происходит Я могу лететь в самолете и вдруг уйти в свои мысли, мечты И пою потом раз! Ничего себе! Ничего себе! Интересно! Это с детства Какое самое яркое у вас воспоминание из детства, Анжелика? А-а-а Моя бабушка и дедушка, мои любимые, их уже нет давно Моя бабушка ушла из жизни Когда мне было 4 года, дедушка когда 13 Но до сих пор их образы, их энергетика в моей душе, в сердце И запах хлеба, вот откуда у меня запах хлеба Конечно, это бабушка моя пекла хлеб сама И я его очень любила и помню до сих пор Представляете, даже этот запах чувствую А дедушка у меня был такой прям хозяйственный И у меня потрясающе Я приезжала на каникулы на летом Летом он иногда дороги заметала И он встречал нас прямо вот с электрички на санях Ничего себе! У нас была лошадь своя А в валенках, наверное Да, солома укрывал тулупами И вот это вот потрясающее ощущение Слушай, прям как с открытки А сугробы были такие огромные Знаете, такое ощущение Ну почему сейчас нет таких сугробов больших? И еще я помню арбузы Когда папа с мамой возвращались с рынка И приносили арбузы Они были такие огромедные И я долгое время не могла понять Почему же сейчас нет таких больших арбузов? А потом я поняла Боже, это просто я выросла Тогда арбузы казались такими огромедными Когда вы стали чуть постарше Вы окончили Минский театральный художественный институт Да, вот все думают Что у меня актерское образование И у меня не закончено актерское образование А вот это вот незаконченное актерское образование Вам в жизни вообще часто пригождается? Часто включаете актрису? Ведь любая женщина Она по своей сути актриса Сегодня она нежная Потом завтра ей надо Она более серьезная Все мы играем какие-нибудь такие роли Вы знаете, мне повезло Мне хватило ума Отделить свою профессию И свою жизнь Потому что для меня Конечно, я всегда говорила Что артистами не становятся Артистами рождаются И я никем другим, кроме как артисткой Быть не хотела в своей жизни Но все равно для меня это моя профессия Когда я снимаю сценический костюм И образ Я становлюсь нормальной женщиной Нормальной мамой Абсолютно естественной Настоящей Давайте вспомним ваши веселые студенческие годы Поиграем в игру, как это было Ого Это было Анжелика, перед вами Самые сложные скороговорки русского языка Да ладно? Но ведь все-таки незаконченное Но театрально-художественное Есть образование А значит точно справитесь Давайте по очереди Вот вытаскивайте Хотя бы две-три Попробуем воспроизвести Пушит колпак Да не по-колпаковски Вылет колокол Да не по-колоколовски Надо колпак Переколпаковать Переколпаковать Перевыкалпаковать Надо колокол Переколоковать Переколоковать Перевыкалоковать Отлично Вы понимаете, дело в том, что нет Это ничего смешного Потому что этим надо заниматься ежедневно Например, вот у меня, конечно Я занималась там культурой речи Актерским мастерством И там, например, я до сих пор что там кигровни-пифи, 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 кигровни-пифи. Но этим надо заниматься. Я иногда вот перед выступлениями, особенно когда я веду мероприятия, я же помимо того, что я еще певица и актриса, я еще потрясающе ведущая. Вот, ну, значит, речевой аппарат всегда должен быть. Да, друзья мои, надо заниматься скороговорками. Лика, подождите. Я грешна. Видите, сразу заговорила правильно. Эти скороговорки нам присылали слушатели. Давайте еще одну, чтобы уж точно их старания зря не прошли. И что удалось вытащить там? Какую? В недрах тундры, выдры, в гетрах тырят ведра ядра кедра. Отлично! Смотрите, как хорошо сегодня абсолютно со всем справляется Анжелика Гурбаш. Лик, спасибо огромное, что сегодня пришли к нам в гости. Все, уже закончился час нашего общения. Все, без пяти одиннадцать, представляете? Мы вам желаем, конечно же, чтобы у вас все получилось, все, что задумали, чтобы все реализовалось, чтобы были и съемки, и концерты, и благополучие вам. Вы прекрасна, Лика. Спасибо, Анна, спасибо за приглашение. Я получила огромное удовольствие от общения с вами, с нашими зрителями. Я еще прочитаю все смс-сообщения, которые мне приходили. Обязательно! Обязательно! И видео-версию того, что происходило, да, вы сможете посмотреть. Друзья мои, на улице весна. Пусть она будет самой счастливой и самой яркой в нашей жизни. Ура! Счастья всем!